Шокирующая новость о сбитом Турции российском бомбардировщике не смогла не сказаться на настроениях на мировом рынке. На товарном рынке стали происходить существенные изменения, а именно рост цен, который, как отмечают многие аналитики, объясняется повышением геополитических рисков на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что во вторник произошел один из самых серьезных инцидентов между страной-членом НАТО Турцией и Россией. Турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Владимир Путин назвал подобное действие ударом в спину и предупредил о серьезных последствиях для российско-турецких отношений. Вслед за новостью о крушении российского бомбардировщика рост цен на нефть стал набирать обороты. Так, в начале дня фьючерсы на марку Brent подорожали на 35 центов до 46 долларов 47 центов за баррель, а фьючерсы на WTI – на 21 цент до 43 долларов 8 центов. Сейчас котировка марки Brent пролегает на уровне 45,31 пункта, а WTI – 42,22 пункта. Правда, на мировом рынке продолжает сохраняться избыток углеводорода. В США запасы сырья, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе выросли на 2,6 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось сокращение на 200 тысяч баррелей. Но, несмотря на эти разочаровывающие данные, инвесторы закрывают свои позиции на валютном рынке и отдают предпочтение нефти и золоту. Был замечен ценовой рост также и на драгметал. Во время азиатских торгов фьючерсы на золото выросли и торговались по цене 1078 долларов 90 центов за тройскую унцию. В течение сегодняшней европейской торговой сессии котировка золота располагается вблизи уровня 1075 долларов США за тройскую унцию. Тем не менее цены на драгоценный металл все еще остаются в районе пятилетних минимумов на фоне повышения процентной ставки ФРС уже в следующем месяце. Сегодня накануне национального праздника Дня Благодарения выйдет серия экономических отчетов, которые, возможно, каким-то образом повлияют на господствующую мировую валюту. Об этом вы узнаете уже в следующем выпуске новостей на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания.